Крупный план Крупный план То ли мы стараемся успеть то, чего раньше не сделали То ли сверху нам какие-то испытания посылаются У тебя, я тоже вижу В жизни насыщенно пошло Пресс-конференция с президентом В очередной раз ты съездил В мать городов русских Это смех такой слегка иронический В мать городов ПФОшных В ПФОшных? А, в Нижненовгороде Я, признаться, линию с президентом Не посмотрел Буквально пару минут Я включил прямую трансляцию на ютюбе Ты пропустил разговор С верховным гомнокомандующим? Ну, Лава, я зашел, посмотрел Ну что, президент сидит, говорит вещи Слова, вроде слова те же Праза президент сидит неплохо звучит Выглядит нормально Хорошо, спасибо Хорошо, да Говорит что-то, вроде умные вещи говорится Но дело-то все в том, что Я это за 20 лет уже много раз слышал И вот ты меня постоянно упрекаешь в том, что Я еще молодой, и опыта мне надо еще набраться Но, черт возьми, Володя, мне почти 40 лет И 20 лет из них Ты слушаешь Владимира Владимировича Путина Я слушаю Владимира Владимировича Путина И мне иногда становится за это обидно Ну, не знаю насчет обид Я, наоборот, каждый раз веселюсь на этой пресс-конференции Потому что по ноптикум, который там собирается Год от года все краше и краше По ноптикум? Да И на фоне вот этих журналистов Этих спикеров всевозможных Владимир Владимирович выглядит просто звездой экрана Он неподражаемый Это отец нации Это мудрый, прозорливый Культурный, осторожный Вдумчивый, блестящий человек Остроумный, находчивый Да, да В общем, светило наше То есть, на этом фоне Владимир Владимирович выглядит настолько прекрасно Настолько хорошо Что дальше пробы негде ставить Потому что, когда Последнюю каплю Вообще терпения У меня закончилось Когда поднялся исландский журналист А что он делал в Нижнем Новгороде? Нет В Исландию в ПФО включили? Ну что ты ПФО это было ПФО И ваш покорный слуга, естественно, находился в ПФО Потому что Киров находится в Приволжском федеральном А Исландец, естественно, был в Москве Естественно, в московской студии Его поднял Песков Ну, как, собственно, и надо было Раньше у нас на этой роли был украинский Журналист, да? Сейчас с Украины, видимо, тема ушла совсем Ну, это скучно стало, неинтересно совсем Ну, в принципе, решили, что неинтересно И почему-то нашли исландца Вот уровень подготовки первого курса Очень глубоко провинциального урюпинского вуза журналистики Русский язык, выученный по бумаге с большим трудом В результате многократных повторений и физических наказаний И суть вопроса, когда, Вадим Вадимович Это даже не вопрос Вадим Вадимович, вот там публикация о вас в зарубежной прессе Вы не верьте им Вас там рисуют негодяям, мерзавцам, подонкам, родам, да? Не верьте им, пожалуйста На самом деле, простые люди Исландии Ну, я утрирую, конечно, да? Рабочие и колхозники Все прогрессивное человечество, весь западный мир Настоящие люди на Западе Они двумя руками за вас И спасибо вам, что вы есть Спасибо, что вот вы такой и здесь И вообще счастливы, и все хорошо Если это был вопрос, то я балерина Слушай, я даже боюсь предположить Наше же государство списывает периодически долги другим странам Есть ли у Исландии долги перед Россией? Вдруг мы что-то спишем в ближайшее время? Я надеюсь, во-первых, что нечего списывать Исландии То есть у Российской Федерации нет долгов перед Исландией А второй момент, у меня вот это, то, что называется испанский стыд Все остальное и шнура с его вопросом потрясающим совершенно И особенно, когда он потел, потом сидел под камерой, это ладно И потрясающие журналистки с плакатами «Я беременна» И вопросы из Магаданской области, когда «А было ли в этом году что-то хорошее?» Это гениальный вопрос, согласись То есть вот главе государства надо его интересоваться В этом, в 2020 Да, конечно, надо поинтересоваться А вообще, хорошее-то что-то было у нас, Ваня Владимирович? Скажи-ка нам, а? Вот, то есть потрясающий комментарий потом магаданцев под этим вопросом читал Они были нецензурны все сплошь Вот, и, но исландец вбил абсолютный гвоздь курюшку этого гроба Потому что такого позора, такого уровня я не ожидал абсолютно Я все-таки надеюсь, что пресс-служба главы государства работает Есть подозрения, что не работает Я предвкушаю вопрос от многих наших слушателей Маматов, раз тебе это все не нравится, че ж ты туда поехал-то? Можно я за Маматова отвечу? Потому что это его работа Молодец Он ли джоб? Я как ростовая фигура от Кировской области С 14-го года спокойно появляюсь Там в этот раз мне, собственно, по разгильдяйству Без хозяйственности и недомыслив Не удалось попасть на первый ряд Хотя бы все возможности для этого были И спокойно задать вопрос То есть я оказался на последнем ряду И те 20-30 минут, которые меня атаковали с интервью Там представители всех СМИ, которые там были Это как бы дало что-то в копилку вятского класса Ну, это не важно Ну, то есть табличка вятский класс надо Ну, понятно, да Но вопрос, на самом деле Я его не озвучил тогда, да Там спрашивают стандартный вопрос у журналистов Перед началом пресс-конференции Какой вопрос вы хотите задать? Ну, это вопрос... А вы что, не в курсе, хочется спросить? Ну, нет, это просто вопрос идиотов, на самом деле Потому что кто скажет вопрос... Нормальный человек, да? Кто скажет вопрос до того, как он ему задаст? Это что это? О чем это? Куда это? Вот Но сейчас его можно совершенно спокойно озвучить Потому что момент упущен Это был вопрос про Макдональдс Очень интересный вопрос, крайний Почему? Потому что уже с 15-го года Мы пытаемся заинтересовать нашей скромной персоной То есть вятичем, точнее, вятским классом Самую крупную мировую сеть фастфуда Под названием Макдональдс Два ресторана, который, напоминаю, есть в нашем городе Да Два, да, Вит? Да, два пока, да Так вот, сначала мы бомбардировали их письмами Это абсолютно не приносит никакого результата Я могу сразу всех предупредить Не пишите письма на Макдональдс Это дежурный, абсолютно вариант Электронная почта Но без разницы, электронный вы отправляете Или с нарочным, или там по адресу И эффекта не будет А содержание письм, которые вы отправляли В вежливой форме Мы готовы предложить свои услуги, свои продукции Мы хотим, чтобы вятский класс был в Макдональдсе Затем мне московские друзья, знакомые товарищи из администрации Там оттуда объяснили, что попытка встать в Макдональдс Русскими производителями предпринималась не раз и не два Причем хотели встать даже представители Чечни, Грузии и так далее То есть кавказцы с своим тархуном, к примеру Вот ничего не вышло Хотя главой Макдональдса до конца 18-го года Был замечательный человек по фамилии Хасбулатов Вот был еще один замечательный человек по фамилии Хасбулатов Он возглавлял Верховный Совет в 1993 году Да, по-моему, на эту историю, да? Да, вот, скорее всего, это один тейп, одни родственники, да? То есть вот Хамид Хамзатович был гендиректором Макдональдса По России и Восточной Европе Вот То есть мы темы катанем, медленно, не спеша Но весной этого года мне удалось пробраться на пресс-конференцию Макдональдса Посвященную открытию первого Макдональдса в России На Пушкинской они открывались Это 20-летие было? Да, совершенно правильно Они открывались в 90-м году А, 30-летие? 30-летие, конечно Как год-то бегут Ты прав Было 30-летие Я на эту пресс-конференцию пробрался Был узнан И под общей хохот Я говорю, ребят, ну, естественно, вопрос по авиатскому классу Какие еще могу вопросы задавать? Только эти Вот И сидит Майк Карена Марк Нет, все-таки Майк Все правильно, Майк Карена И это американский директор Макдональдса сейчас И сидит Хамид Хамзатович Хасбулатов Который был директором Но по-прежнему возглавляет там совет директоров и так далее И Майк ответил мне на английском Что да, мы рассматриваем вариант постановки кваса И вот сырники мы собираемся вводить в меню Это российская наша особенность, да? Только в России сырники и квас Да Мы это собираемся делать Хамид Хамзатович ответил тоже достаточно обтекаемо Интересно то, что вот этот ответ Майка Это единственный ответ, который попал в СМИ Ну, к сожалению, там не указан Маматов Который задавал этот вопрос Жалко мне, как автору А Хамид Хамзатович я все-таки неофициально поймал у туалета И спросил вот этот ответ Как пацан пацану Вот скажи мне, пожалуйста Что надо сделать, чтобы встать все-таки в Макдональдс? И Хамид Хамзатович, как нормальный человек, ответил, что если один человек скажет, то мы и поставим Один человек, он имел в виду, естественно, нашего дорогого, любимого Владимира Владимировича Путина И вот этот вопрос я ему собирался задать Может ли, ну, раз Хамид Хамзатович советует, значит, надо и обратиться Может ли этот человеку помочь? Разумеется, если бы ты президенту задавал этот вопрос, ты бы не так развернута, как сейчас, да? Ну, детали В разговоре с президентом мы бы говорили проще Но ты бы, кстати, заострил бы на этом внимание, перевел бы стрелки, что все, Владимир Владимирович от вас зависит Конечно Мне вот люди говорили, что вы единственный, кто может волю изъявить Ну, тут, как говорится, поучи жену щи варить С вопросом я как-нибудь бы справился И что там сказать, каким языком, голосом и интонацией я бы уже как-нибудь и додумал Там вот класс-то вятский вот по-прежнему ведь они А говорят, можно, а не получается Вот что делать теперь? На вас одна надежа Надежа одна Не получилось задать этот вопрос Там было ответвление, если бы удалось спросить про торговые сети В частности, про прекрасную сеть «Красное и Белое» Которая вот немытьем Которая особой любовью в комочках Да, да, да Я дважды говорил с владельцем сети, я тебе рассказывал первый раз в жизни Мне удалось говорить по телефону с долларовым миллиардером Я с миллионерами-то много говорил, я вживую по телефону Это уже привычное дело Привычное, понимаешь, ну миллионы и миллионы, ладно, там то что Бентли такое, шапка такая, там это такое Ну и что? Обыденность Да, господи, прости Мало ли у нас Бентлёв-то А уж как заедешь на Северный Кавказ, там этих Роус-Ройсов Ой, а вот с миллиардерами не доводилось Вот сейчас доверилось, значит, со студенником Сергея Петровича, по-моему, да Прекрасно пообщались Мы одногодки, тем более, на таком очень свободном, легком достаточно смеси Таких непарламентских выражений Такого арго девяностых жаргона И каких-то коммерческих понятий Вот, и вроде бы всё начиналось, но опять зависло, затухло, затихло и никуда не едет Вот эта проблема, на самом деле, и входа в американские фастфуды Она касается всех, потому что я разговаривал не только с Макдональдсом Я говорил с Бургером Бургер Кинг Я говорил с очень талантливым, очень приятным, очень хорошим коммерческим директором Директор по маркетингу Бургер Кинга Ваня Широков Мы с ним, судя по всему, поругались из-за одной дурацкой ситуации Поэтому не берёт трубу в последнее время А, то есть ещё не выяснил, на сколько процентов Поругались, если мы не поругались Вот, но дело даже не в этом, а в том, что открытым текстом Со всех сторон и KFC, то же самое Да, ну там немножко рангом пониже, там просто топы были Вот Ситуация очень простая Во всех торговых сетях существуют контракты с Coca-Cola и Pepsi-Cola То есть с прекрасными производителями сладкой газировки Вот тот призыв, который я всегда хочу, чтобы вы слышали наши простые люди, как говорится, из глубинки Ребят, в пол-литровой бутылочке Coca-Cola содержится 9 чайных ложек сахара Что превышает суточную норму потребления сахара для 80-килограммового мужчины 35 лет Примерно на 20-30 процентов То есть когда вы потребляете вот любой вариант этой сладкой газировки Просто помните о том, что вы аккуратно совершенно бьете по поджелудочной железе И аккуратно совершенно Ну понятно, каким путем вы идете Маленький кирпичик в построении диабета Это я вам говорю как человек, которому этот диабет влепили У которого он есть Не понаслышке знаешь Да, я знаю к величайшему несчастью и на своем печальном опыте Я понимаю, что употребление вот этих сахара, содержащих в большом количестве Оно тебя двигает в эту сторону Не напрямую, но двигает Да, то есть ты создаешь серьезный фактор риска Вот, то есть сладкая газировка И у сладкой газировки, у любой У них есть потрясающий технологический принцип Вот я до чего люблю американцев за их простоту, мобильность У меня развертываться, у меня как бы вгрызаться в территорию Да, и что война Потому что американцы, именно американские войска славились всегда Именно скоростью развертываться Вот, то же самое и в экономике Кока-Кола производит сироп И по всему миру транспортируется сироп, произведенный Кока-Колой Концентрат На месте он уже разбавляется? Конечно, конечно Ближайший-то завод у нас в Нижневном городе, если я не ошибаюсь Тебе привозят сироп, ты его разбавляешь, пакуешь и выводишь в продажу Все О как То есть даже в этих кранах, в этих ресторанчиках тех же сетей, да Где тебе наливают Тебе просто разбавляют, газируют сироп, который тебе привезет Все Ничего больше Простейшая схема, элементарно совершенно Вот технологически сравнивать вятский квас и сладкую газировку невозможно Это два, просто два мира, два детства Вот почему на самом деле Абсолютно недопустимо Да Потому что вот почему на самом деле квас может быть как бы национальным напитком у русских Может быть Есть такой шанс Очень серьезный шанс А слава тебе Господи, вот это Кока-Кола национальный напиток американцев Ассоциация Америка, это Кока-Кола Окей, вот пусть у нас будет вятский квас Ну на этом понятно, что моя мечта Но вопрос с постановкой фастфуда, он чертовски интересен, почему Ни в одном из фастфудов нет ни одного русского продукта Нету То есть да, они закупают у местных производителей там сырье Но бургер, гамбургер, все-все-все это Остальное это нерусские вещи Несмотря на Подожди, название нерусское или составляющие ингредиенты? Нет, сами по себе они нерусские, это раз То есть я никогда не слышал, что в России что-то похожее вообще делали То есть ну пирожки были, беляши, да, у нас всегда были А вот такого, это чисто американские раскладки Да? Но Само содержание и форма, собственно Да, но ты понимаешь, ты когда берешь гамбургер, без разницы ты берешь его в маке, в бургере, там в KFC ты берешь его Ты берешь бургер, ты берешь не российского производителя, ты берешь не отечественный бренд И любой напиток, который ты сможешь заказать в бургере в KFC или в Макдональдсе, всегда этот напиток будет Кока-Ко или Пепси Даже если там стоит любые названия, там минеральная вода, молоко, все, что хочешь Это будут все компании, аффилированные с Кока и с Пепси в России Ситуация в Японии, во Франции и в Германии несколько иная А что-то добились местные? Они добились, они продавили Ну, они просто продавили, потому что они считают, что должно быть вот это и вот это в меню Ну, это как вот в Татарстане по поводу местного безалкогольного, о чем мы чуть позже, видимо, поговорим Да, не так жестко, но продавили Протекционизм, да И вопрос к Владимиру Владимировичу очень, на самом деле, простой, ясный Вот такой вот, даже такой по милицейским, полицейским понятиям, да, такой службистский вот этот спецслужб Они на нашей земле, понимаешь, они находятся у нас, на нашем районе, грубо говоря, эти люди сидят, да Они зарабатывают деньги в России, на русских людях Почему мы не можем продвинуть в эти сети наши русские продукты? Почему мы не можем это сделать? Вот, я на самом деле... Чего ж мы с распростертыми, да? С ушами Продаемся-то так, задешево-то Мы продаемся Где наша национальная гордость и самосознание? Мы продаемся задешево И самое главное, вот, на фоне всех вот этих дебильных событий, которые крутятся вокруг, там, и Навальный, и все, все вот это очень смешно, забавно Вот, посмотрим, как дальше интрига будет развиваться Но, но, я понимаю, что вот то, что мы делаем на Вятичи, то есть это квас и пиво, безалкогольное, разумеется, да? Я с восторгом полным недели две назад видел ролик и Джона, это пивной эксперт Бергик, да? Очень известный, он входит в тройку или пятерку лучших по стране А, это российский эксперт? Да, конечно И мне кто-то написал, а вы ему платили, я ржал очень долго, потому что человек, ну, с нашими маленькими колхозными деньгами, он не заинтересовался Не позарится, у него своя пивоварня, естественно, у него свой блог, журнал, все-все-все вот это, у него свое реноме в этих кругах И понятно, что продать свою точку зрения у него это в голову не придет, ему это не надо технически То есть, ну, как бы, глупо пытаться называется Так вот, он проводит слепую дегустацию, там выставлены вот эти баночные пива, причем, безалкогольное, разумеется, причем несколько разновидностей действительно нормальных немецких сортов Все до 100 рублей Если я не ошибаюсь, на сайте Вятича вы выложили Да, по-моему, Чтобы не быть, так сказать, голословным, вы можете зайти на сайт компании Вятич и там посмотреть Да, вот я нашел на сайте как раз компании Вятич, да, эта заметочка, она была выложена 25 ноября Не поленитесь, если есть возможность, зайдите сейчас, почитайте, это действительно, Владимир рассказывает о том, что реально происходило Так, фишка даже в другом, то есть, есть вещи, которыми мы можем гордиться, причем гордиться абсолютно обоснованно Не надувая щеки, там, павлиньих перьев, не распуская, это просто вещи, которые мы делаем хорошо Достокачественно Вот, это не валет в космос, не штурм Эвереста, да, это не Бином Ньютона Но, ребят, у нас так ли много вокруг вещей, которые действительно сделаны хорошо, вот по-настоящему хорошо, особенно в нашей нынешней России Вот дофига, что мы делаем замечательно, что ли? Я что-то русских товаров вообще вижу по пальцам, на самом деле Я их практически не вижу По-настоящему русских? Да, конечно Оборонку не трогаем? Я как-нибудь расскажу тебе несколько веселых вещей про оборонку, которые я узнал от директора машиностроительного завода Ну, то есть, там смех попал со слезами и соплями Нет, это как упала крыша на оборонном заводе в Свердловске, по-моему, где собирали нашу знаменитую ракету «Сатана» Упала крыша, и какие-то местные умельцы загнали туда квадрокоптер, который просто... Посмотрите сверху Да, естественно, квадрокоптер очень быстро, слава тебе, Господи, ФСБ еще хоть что-то как-то делает, работает Его сбили очень быстро, то есть, но кусок они успели отснять И показали внутренности цехов, в которых работают, вот, собирая все это, да Там стоят станки 50-60-х годов То есть, уровень износа вот этой самой оборонки и уровень оснащенности, в первую очередь, станками Он катастрофичен, на самом деле Дело в том, что Россия не производит станков, в принципе, никаких То есть, у нас станкостроение уничтожено То есть, мы целиком в промышленности зависим от экспорта То есть, я прошу прощения, от импорта, да? Целиком полностью Того, что привозят Да, целиком полностью То же самое, когда мы видим технику, на которой в городе написано Made in Russia, да? И стоит шильдик, нацпроект, все остальное Это отверточная сборка, куча деталей, которые поставляются там без разницы Из Китая, из Германии, из Японии, еще угодно Это нормально, это хорошо А где наше производство? Вот у нас есть наше производство Это квас и безлаговольное, разумеется Давай мы продолжим после уже рекламы Просто незаметно, как подобралась середина часа Полторы минуты Владимир Маматов, пресс-секретарь Невятич Про наше, про родное, про вятское продолжим очень скоро Продолжается наша беседа с Владимиром Маматовым Пресс-секретарем компании Вятич Ты знаешь, Володя, вот часто и рассказывал про эти мировые фабрики по производству еды Для которых местные производители вообще не существуют И знаешь, я почувствовал, что внутри меня мечется такой маленький-маленький человек Он мечется как в закрытом каком-то пространстве Не может найти выход, окно, двери, где что выпустите меня И к нему такой подходит другой человечек и говорит Слушай, ты решаешь выбирать тебе, что ты будешь Будешь ты пить эту газировку или не будешь ты пить эту газировку Будешь ты жрать эти гамбургеры или не будешь Выбирай, осознай, что ты можешь рулить этой ситуацией И мы ведь к этому часто приходим В предыдущих беседах мы говорили, что люди, читайте, выбирайте Изучайте, не будьте с этой пеленой Не будьте очарованными этими бриллиантами Вернее, стекляшками Стекляшками, это бусы Этими бусами Это бусы для аборигенов Нет, анекдот в следующем Ты не прав, выбираем ты Абсолютно прав, видишь, я смотрю как Вот деградация культуры, которая, ну, не будем лукавить Это деградация культуры, которая продолжается, продолжается, продолжается Сейчас она ниже плинтуса уже окончательно Ну, нет, не окончательно, как бы добрались до дна и снизу еще раз постучали Вот, мы все время видим, все хуже, 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 дальше некуда Нет, есть еще куда-то, оказывается, нам двигаться То есть это казалось, вот первое впечатление, что вроде бы это не связано с экономикой Ну, как бы отдельно культура, отдельно экономика, отдельно политика Все падает, ничего похожего, все вещи связаны То есть, когда мы медленно, но верно, там, десятилетия уже фактически громим культуру Наш человек перестает интересоваться вещами, выходящими за рамки его, вот, как бы, повседневной жизни полностью То есть, и самое главное, качество знаний, которое он имеет, оно резко падает То есть, современный человек не читает толком, раз То есть, ну, я людей с книжками очень мало вижу, даже в метро уже мало их Вот, люди ориентируются на мемы, на простые сообщения То, что легко воспринять, то, что легко схавать, клиповое мышление Блин, книжки там, не знаю, лонгридами стали называться Совершенно Лонгрид, это все, это надо Это все Это только для избранных Много букв Много букв, да И вот проблема в том, что ты, когда хаваешь информацию именно так Вот, быстро съел, да, и побежал дальше У тебя качественная информация настоящая, которая должен обратить внимание Ты ей уже не занимаешься Ты, как бы, зачем эта трата времени, трата сила У меня все оптимизируется, я быстрый такой, стремительный, на волне все Ты не читаешь этикетки Ты не разбираешься в том, что ты ешь, не разбираешься в том, что ты пьешь И это потом, через годы это, имеешь ты проблемы со здоровьем, то ты имеешь их просто потому, что ты не смотрел банально, что ты делаешь Ты этим не интересовался Я 150 раз говорю, буду говорить это Ребята, читайте этикетки Вот если на этикетке кваса у вас там кислота любая Любая кислота А прямо так и пишут? Ну да, да Или какой-нибудь подсластитель мармикс, да, к примеру Ну, ребят, нормальному квасу не нужен мармикс Кислоты там не должно быть, да А вот и там должно быть зерновое сырье, молочно-кислая сыворотка должна быть, по идее, да Сахар там может быть, вот просто сахар Сахар добавляется, но подсластители не добавляется, это не нужно Он только для удевшивления может добавляться И всевозможные ингредиенты, которые... И то же самое, не может быть цветков акации в пиве безалкогольном, не может И таких кунштюков, таких фокусов и кривляний куча совершенно То есть люди фигачат в продукте, черти что, и сбоку бантик То есть там прячется за этими аббревиатурами Е200, там 300, 400, 500, 11 Там масса всего Табличку несложно найти в интернете, где расшифрованы все Дело в том, что если это Е какое-то, оно разрешено Иными словами, то есть однократное, двукратное, четырехкратное, пятикратное употребление Вроде бы никакого серьезного влияния не окажет Но беда в том, что когда ты постоянно потребляешь продукт У тебя получается кумулятивный эффект То есть доза накапливается Вот некоторые... Очень редко проводятся исследования Очень редко, по одной простой причине Фармацевтическим компаниям они невыгодны А фармацевтические компании, это очень серьезные деньги Зачем? Они будут продавать препараты, которые спасают тебя недугов Которые у тебя возникают от употребления некачественной еды Или питья Я прекрасно понимаю Это мировые столпы Это производители жрачки, извините меня Производители лекарств Ну и еще парачек Проблема... Ну не знаю, может быть я, конечно, уже принадлежу К уходящему за горизонт поколению Но я всегда считаю Россию все-таки, несмотря ни на что, к культурной страной То есть, в которой люди стремятся к культуре Чего-то хотят, чем-то интересуются, чем-то живут Сейчас я вижу кругом абсолютно только одно Это примитивизацию Упрощение И нежелание даже думать дальше собственного носа Вот вернувшись к этикеткам, что классно, что пиво безалкогольного, разумеется Ну, хорошо, я согласен, что... Вот я делаю очень просто Я фотографирую на фотоаппарат, потом увеличиваю Ну, чтобы совсем не портить глаза, да? То есть, ребят, посмотрите, из чего сделано Посмотрите, как... Подумайте, как делается Ведь... Вот сто раз говорили, сегодня как раз с утра обсуждали Ну, это очень смешно То есть, ты продаешь в магазине банку безалкогольного пива за 29 рублей Окей Можно я похвастаюсь, я недавно за 27 видел, стоя в очереди В одном сетевом магазине, федеральном, я имею в виду Ты сейчас, ты просто счастлив... Ты просто чертов гений, ты счастливчик Так вот, из этих 27 рублей 40% магазинная наценка, да? То есть, это у нас, грубо говоря, 8 рублей, да? Так, на вскидочку Вот, 8 рублей магазинке, значит, отдал ты эту упаковочку за 19, да? Из этих 19 ты плачешь 11 рублей акций с государством И там еще НДС 20% Ну, грубо говоря, из 19 рублей у тебя баночка должна стоить То есть, ты ее вот с коммерческой стоимостью Не только себестоимость ты проявил на заводе То есть, затратил там работу, все Но еще и зарплата, логистика, маркетинг, рекламу Все, 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 все Она у тебя должна стоить 7 рублей 6, 5, да? Представь себе Вот что нужно сделать для того, чтобы произвести пиво безалкогольное, разумеется За 6 рублей пол-литр Это какое-то чудо Хорошо Мы думаем, вот эти гигантские эти заводы Там, великие корпорации космические, да? Которые браздят там просторы нашей Родины Хотя это старые советские заводы Просто чуть-чуть переоборудованы Это старые советские мощности На которых варится по-прежнему то же самое безалкогольное пиво Ничего другого Так вот, эти прекрасные люди по 5 рублей гонят тебе в банку Как они это делают? То есть, потому что Нет, существует два варианта, на самом деле Когда ты можешь что-то похожее предпринимать Ну, то есть, три, точнее, да Первый вариант, это Три минуты у нас еще, да Первый вариант, когда ты делаешь это, не платя акции Но это делают не федералы Это делают мелкие регионалы как раз Где они договорились с властями, договорились с правоохранителями И не платя государству акцизов По левым документам грузят очень много Такие компании есть и фирмы есть Есть второй вариант Это когда ты Это распространенный вариант среди ТНКшников, да? Крупника Да, то есть, когда ты берешь дешевое Самое дешевое сырье примитивное То есть, допустим, вместо солода Мальтозную патруку, да? Все И ферменты ты покупаешь А которые ускоряют процесс Ты вместо месяца тратишь неделю Ты не тратишь кучу электроэнергии на охлаждение То у тебя нет нормального процесса Ты сбраживаешь до сиропа Сироп разломляешь водой Газировка та же самая, что Кока-Кола Разливаешь в банки Вот получается третий вариант Самый естественный, самый понятный Который мы говорили Это демпинг То есть, вот этой стоимостью Они пытаются задолбить Удушить в корне Окончательно раскатать в асфальт местных производителей Вот разница между тем, что ты покупаешь в банке за 27 И тем, что делается на вятиче Она в том, что в одном случае Я пробовал это на себе Я однажды совершенно убедился в купе поезда У меня было две емкости Случайно так и получилось В которых находилось как раз одно привозное Иностранное, красивое А второе вятич, которое я не очень уважал Из алкогольной? Из ТС Конечно, и то, и то Как иначе И получилось так, что я внезапно для себя Провел сравнительную густацию И был абсолютно ошлаблен Потому что вот абсолютно ясно Буквально со второго глотка Что в одном случае у тебя Как говорят чехи Подкрашена водичка сладка Сладкая подкрашенная вода С легким ароматом чего-то А в другом случае это пиво Безалкогольное, конечно же Настоящее Все, то есть у нас есть натуральные продукты Вопрос, насколько удастся их продвинуть Где мы окажемся в ближайшие пятилетки Но мы же работаем над этим В том числе мы работаем над этим Ну мы с тобой работаем В какой-то степени Я надеюсь, по крайней мере Кировчане начали внутренне хотя бы работать над этим Остается буквально минуту-полторы Мне очень нравится реклама Венского кваса, где этот продукт великолепный Он предлагается в качестве воскрешающего Средства от похмелья Говори прямо Мы в конце концов Нет, я просто сказал Это же просто как песня Можно ходить слух Что вятский квас помогает Ну ходить слух, да Ходить слух Слух? Несколько человек рассказывали мне об этом И даже сделали что-то похожее на ролик И даже он на федеральном радио работает Да-да-да, я там и слышу Да-да, совершенно правильно Посмотрим У огромного количества людей будет возможность проверить это в Новый год Я думаю, все-таки он будет абсолютно традиционный Наш Синий ямый Ну, не это 10 там по-прежнему Да-да Как не выступали за сокращение новогодних Ну, не надо Не надо трогать последнюю радость И добирать у нашего ребенка Потому что сокращение праздников Это уж совсем плохо И так у нас мало чему можно повеселиться Так что вятский квас, он, как обычно, спас Он спас Вятский квас от похмелья спас Ну, где-нибудь вот так, наверное Ну что, надеюсь, еще на нашу встречу через неделю У нас будет еще один вторник Мы успеем, наверное, повидаемся До 29-го Да, 29-го числа, все верно На сегодня завершаем нашу беседу Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Вечич Не болейте, не хворайте Спасибо, Ваути Всего доброго Удачи